Здарова, комрады! С вами Аргумент 600. Ну, вот, наконец, тот самый выпуск, про который мы давно уже с вами разговариваем. Итак, вот у нас 845. Насколько он хорош? Действительно ли он настолько производительнее, чем Exynos 9810? Действительно ли он лучше, чем 835 Snapdragon? И стоит ли переходить на него с того же самого 835, 820, 21, а также... Прости, господи, 810. Ну что ж, начнем. Начнем, как обычно, с масштабируемости. Тут у нас на графике Snapdragon 845 выделен красным цветом и в качестве подопытного Xiaomi Black Shark. Обратите внимание, насколько сильно Snapdragon 845 уступает Exynos 9810 в вычислениях с плавающей запятой. Разница огромная, особенно это видно в самом интересном для нас сценарии при использовании одного-двух ядер. Однако это лишь часть истории. Во-первых, обратите внимание, насколько в 845 быстрее предшественника 835-го. То есть, если бы не гигантский отрыв самсунговского чипа, то график выглядел бы куда приятнее для нового флагмана. И во-вторых, посмотрите-ка на сценарий использования более 4-х ядер, где Exynos роняет производительность до уровня 835-го. Там 845 имеет существенный отрыв, это тот сценарий, в котором преимущество Qualcomm очевидно. Отчего так происходит? Предполагаю, что все дело в нормальном доступе к кэшу третьего уровня, к которому теперь имеет доступ ядра Cortex-A55, что и приводит к повышенной эффективности. Если же мы сравним вилку результатов с Exynos 9810, то обнаружим, что стабильность снапа ниже. И это, напомню, игровой Xiaomi с охлаждением. Более того, тут у нас квази-идеальный сценарий, перед серией прогонов смартфон охлаждался, то есть это очень щадящий температурный режим, что в общем-то не сильно помогло новинке. Но, как я уже говорил, снап 845 в качестве числа дробилки звезд с неба не хватает только по сравнению с Exynos 9810. Если же мы сравним его с предшественником, то тут все заметно лучше, и невысокую стабильность выдаваемых результатов вполне себе компенсирует повышенная итоговая производительность, особенно на малых нагрузках, когда чип не успевает нагреться. Очень схожая ситуация со Snapdragon 660, которая по своему поведению сильно напоминает 835. Если мы говорим про тротлинг, то тут многое зависит как от конструкции смартфона, так и планировщика. Ну, к примеру, OnePlus 6, который тут у нас отмечен красной линией, выдает больший результат, после чего к концу математического теста начинает сдавать. Black Shark же жонглировал нагрузкой между ядрами двух кластеров, из-за чего средний показатель ниже. А вот почему он со временем стал еще больше снижаться, загадка. То ли дело в нагреве аккумулятора, то ли проблема встала на уровне планировщика, не знаю. Тем не менее, оба варианта весьма стабильны и значительно превосходят заслуженных старичков 820 и 810. А предшественник в данном тесте у меня, к сожалению, не тестировался. При игровой нагрузке производительность плавно снижается, но даже в худшем случае она будет выше, заметно выше, чем на Snapdragon 835, который также, в свою очередь, трудно назвать образцом стабильности. В любом случае, производительность нового графического ускорителя Adreno радует глаз. Кратко по системе памяти. Скорость чтения оказалась ниже, чем у Exynos 9810, но выше, чем у 835. Та же примерная история с задержкой в памяти и копированием. В целом, надо признать, с памятью особых улучшений не видно, особенно после провала Snapdragon 835 в этих дисциплинах. И на фоне того же успеха Snapdragon 821, который и сейчас выглядит неплохо при работе с большими объемами данных в ОЗУ. Если оценивать энергоэффективность по нашей тестовой методике, то результаты получаются очень интересные. Если Exynos 9810 был образцом энергоэффективности, то Snapdragon 845 оказывается чуть ли не худшим в классе. И это учитывая то, что протестировано было два смартфона на базе одного и того же чипа Xiaomi Black Shark и OnePlus 6. Но как так получилось? Первое, о чем я подумал, то что Snapdragon 845 просто слишком слабо греется, а поэтому считал все задачи на ядрах А75, которые попросту не могут быть столь же энергоэффективными, сколько мелкокалиберные А53 или А55. Проверить это достаточно легко, достаточно вычислить скорость, с которой чипы раскалывают задачки океарешки. Но тут выяснилось странное. Судя по скорости вычислений, которая не сильно-то ушла от того же Snapdragon 835 или 625 даже, все же использовались ядра А55, в противном случае разрыв был бы куда больше. А вот Exynos, судя по всему, использовал оба кластера, что вкупе с его зажатостью по потребляемой энергии и дал столь внушительные показатели по энергопотреблению. В данном случае это означает, что при использовании процессорной части в достаточно интенсивном режиме Exynos 9810 будет расходовать меньше энергии, чем Snapdragon 845. И связано это, как мне думается, не с какой-то там магией, а просто потому, что он сильно зажат производителем и пассажем на электродиету, которая мешает этому монстру раскрыть свой потенциал, но в то же время делает его энергопотребление низким и прогнозируемым. Разумеется, данное утверждение не касается игровых сценариев, это важно понимать. Возможно, я ошибаюсь, но из своих замеров и наблюдений я могу сделать пока что только такой вывод. Если брать в расчет игры, то есть включить нагрузку на графическую подсистему, то Snapdragon 845 будет расходовать энергии чуть меньше, чем 660 и примерно на том же уровне, что и в 835. Отдельно стоит отметить, что чип очень охотный и без проблем использует свой частотный потенциал. Это происходит и в играх, и в типичных сценариях типа браузера. Да, этого все еще недостаточно в режиме одного потока, но при задействовании 4 и более потоков вычислений любой конкурент из лагеря Android остается позади. Именно возможность работы всех ядер одновременно на максимальной доступной частоте и дает отличную отзывчивость и скорость работы сразу с большим набором приложений. Наблюдая за работой этой однокристальной системы, у меня создалось впечатление, что ее возможности по процессорной части весьма скромны, но благодаря шикарному менеджменту электропитания и малыми по транзисторному бюджету ядрами удается полностью реализовать их производительность на практике, что в общем и происходит. Другое дело, эта графическая подсистема, она настолько производительная, что позволяет расходовать сравнительно небольшое количество энергии, при этом обеспечивая максимально возможную плавность работы. Значит ли это, что мы готовы к высокоскоростным экранам с повышенной частотой развертки? Нет, серьезно. Snapdragon 845 это первая однокристальная система, которая стабильно и везде вытаскивает те же 60, запомните, 60 кадров в Full HD разрешении. А вы хотите еще повысить ставки? Нет, рано еще. Слабая сторона этого чипа — скорость оперативной памяти, которую обещают исправить с выходом ядер Cortex-A76. Хотя, если честно, мне не совсем понятно, как соотносится архитектура ядра с PSP-памяти. Может запилит поддержку более широкой шины? Ну, посмотрим. А пока что 845 — это единственный выбор для геймеров и отличный вариант для всех остальных пользователей, кто покупает девайс с максимальным запасом производительности на будущее. Итак, ну что ж у нас получается. Во-первых, 845 действительно заметно лучше, чем 835. Стоит ли на него переходить, если у вас уже есть сейчас 835? Нет, не стоит. До тех пор, пока вы не мобильный геймер. Не знаю, насколько это актуально, но может быть для кого-то актуально. Для обычного пользователя переходить я бы не советовал. Стоит повременить. Для тех, кто является счастливым обладателем 820, 821, тем более 810 и ниже, переходить смысл имеет. Разница в производительности заметная. Она, в общем-то, заметна и по сравнению с 835, но если мы говорим про совсем уж, там, 820, 810 снэпы, там это радикально новый уровень производительности, особенно при той же самой оболочке. Мне очень интересно, как будет выглядеть Google Pixel с 845 на порту. Это должно быть что-то прям очень горяченькое. Касательно ситуации с Exynos 9810, то все, в принципе, очевидно и ожидаемо. Примерно то же самое я и предполагал в обзоре Exynos 9810. Да, Exynos лучше, он производительнее, у него больший потенциал, но реализовать его не получается, в то время как 845 действительно пашет на все деньги. Да, он использует все соки свои, в отличие от 9810, и он достаточно непредсказуемый в энергопотреблении, но суммарно получается так, что он выглядит более производительным, более отзывчивым, и это вполне логично, ведь он может использовать все свои ядра на максимальной частоте. Кто выбрать, Exynos 9810 или Snapdragon 845? На самом деле, рекомендовать что-то здесь не имеет смысла, берите то, что дешевле. В крайнем случае, нарвавшись на фриза на 9810, на мой взгляд, имеет смысл просто перелопатить эту оболочку. И только в том случае, если вам лень это делать, я бы порекомендовал 845, так как он из коробки действительно работает лучше. Не трогайте планировщик 9810. Он ок. Просто используйте нормальную прошивку на эту галактику, так как 9810 пока что поставляется только с телефонами Samsung. Вот, в общем-то, и все. Единственные серьезные интересы, которые я нашел, это не самая лучшая энергоэффективность при задействовании тех самых четырех ядер на высокой частоте, что, в принципе, логично, и не самую производительную подсистему оперативной памяти, что обещают исправить совсем скоро. Ну, то есть, не совсем скоро, наверное, в следующем году, когда выйдут новые степдрэгоны. Ну что ж, друзья, у меня на сегодня все. В следующей серии мы с вами протестируем Kirin 970. Так что оставайтесь на связи и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok